Мы вас на вечере русского романса. Музыка и любовь — это то, ради чего стоит родиться и жить на земле. Есть в них нечто чудесное, то, что делает их необъяснимыми и загадочными. Например, почему одно последование ног нами не воспринимается, а другое поражает своей красотой, глубиной и притягательной силой. А любовь, что движет солнце и светило, любовь, не знающая и ублит лена, любовь, которая не знает и не требует за себя никакой награды, кроме той, что в ней самой заключена. Это такая же редкость, как настоящее произведение искусства. Они тосковали и будут тосковать люди во все века и времена, и будет воспевать ее человек до самого последнего своего вздоха. В поэзии, в живописи, в музыке и в романсах. Вот стоит произнести только это слово «романс». И глаза не вовремя наполняются благой, а сердце сладостной, щемящей тоской. И этот удивительный жанр обращается ко многим, и в то же время к каждому слушателю в отдельности. И вот эта особенность романса ставит в ней перед исполнителем особую задачу. Он должен обладать не только безукоризненной вокальной техникой, прекрасным диапазоном певческим, музыкальностью, но и умением петь душой. Это очень важное качество для исполнения романса. И только в этом случае певец сможет передать всю чарующую красоту романса от сердца к сердцу и сможет вызвать каждого слушателя на задушевный, интимный, доверительный разговор. Сегодня с вами будет говорить языком романса Наталья Фаин, ее сценический партнер, пианист Вячеслав Шевердин. И открываем программу романцев Шишкина на его же текст, который называется «Слушайте, если хотите». Поет заслуженный работник культуры России, лауреат международных конкурсов Наталья Фаин, партия Фротопиано, лауреат международных конкурсов Вячеслав Шевердин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слушайте, если хотите песню я вам спою, Пусть, как песнь этой, Откроем душу свою. Пусть, как оправа с вами, Пусть, и заклада лами, И без вас просто слышится, Учаться мне было в нежах. И этой тихой ночью, Когда кругом все спит, Не дремлет мое сердце, Оно сильнее стучит. Пусть, как же так можно, Могу, что я знаю, Еще когда-нибудь нету ночи вернуть. Пусть, как оправа с вами, Пусть, как оправа с вами, И без вас просто дай, Учаться мне было в нежах. Учаться мне было в нежах. Учаться мне было в нежах. Пусть, как печаль, Иногда даже тоскливых, Больше, чем из кралявых и зажигательных веселых. Вообще, печаль, неизбывная тоска, Свойственна душе русского человека. И печаль напево в русских романсах, Это вовсе не недостаток, А наоборот достоинство ему. Потому что именно та печаль, Эта, которая новостоящему Может согреть сердце. Роман с Блахом Анаславом Красовым, Ужня с вечера сидела. Ужня с вечера сидела, Призадумавшись. Девяты, как летела, Пригорю не в жизнь. Труди белые, высокие, Что их дрожала. Знать не надо, Далекого, Всю ночь врага. ПЕСНЯ Как хорош душа галуче, Не старее города, Многою далек муче И злого города. ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Люди умные, живые и скромные глаза. ПЕСНЯ 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 Я и буду я, живая и скрометная дно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. И вальс стал воплощать все самые тонкие оттенки и нюансы любящего человека – радость, надежда, восторг, отчаяние, тоска, смерть, страсть, томление и еще бесконечное количество всевозможных настроений и оттенков. Поэтому совершенно неудивительно, что вальс, главная тема которого – любовь, проника в жанр романса, главная и единственная тема которого – тоже любовь. И сейчас мы услышим еще один прекрасный вальс-романс, музыка Булахова, слова неизвестного автора «И нет в мире очей». Булахова, слова неизвестного автора «И нет в мире очей» Булахова, слова неизвестного автора «И нет в мире очей» Булахова, слова неизвестного автора «И нет в мире очей» Скрепнет сердце, кипит, Скажет душ, летит, как стрела, Как стрела, день и ночи, Над ним любовалась дым, Им жила, им жила, им остала, Его словала, его я всегда, Я всегда, мне его разлюбить, Мне его было быть никогда, никогда. АПЛОДИСМЕНТЫ Лермонтов в последние годы своей жизни очень любил заходить в дом Сологуба. Если бы мы уже вспоминали о Владимире Сологубе, Так вот, в 1841 году Лермонтов часто приходил в Петербургский дом Сологуба. Он садился напротив жены Сологуба Софьи Михайловны И молча, пристально, очень выразительно и по долгу на нее глядел. Софья Михайловна приходила в крайнее смущение. И однажды она сказала ему, зачем вы на меня так смотрите, Вы же знаете, что мой муж не любит таких взглядов. Лермонтов ушел, а на следующий день пришел к Софье Михайловне Со стихотворением «Нет, не тебя так пылко я люблю». Это было в апреле 1841 года, а в июле того же года Лермонтова не станет. И вскоре композитор Шишкин превратит этот текст в прекрасный романс, Который сегодня исполняли для нас Наталья Файловна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ах, домород, я на тебя смотрю, Твоих глазах не помню я толпен сонам, Торин свинным я занят родливора, Но не с тобой я сердцем говорю. Но не с тобой я сердцем говорю. Нет ни тебя, как пылка я люблю, Как твоя красы твоей блестанья, Я люблю тебя, я хорошая страна моя, И молодость, и молодость погибешь юною. Я не говорю с подругой людьми, Мне в чертах твоих ищу черты другие. Устах живых, устах голод не пылья, Глазах так он куда слушает отец. Нет ни тебя, так пылка я люблю, Как твоя краса твоей блестанья, ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ Если бы мы захотели поговорить с вами о музах русских романцев, то мы бы смогли сделать несколько десятков программ. Потому что что не романс, то история любви. А что не романс, то прекрасная история любви. Николай Зубов однажды услышал в концерте Анастасию Вяльцеву. Влюбился в нее безумно, безнадежно и безответно. И с того самого дня он начал посвящать все свои романсы именно ей. И так продолжалось 7 лет. До тех пор, пока Анастасия Вяльцева не вышла замуж. И не уехал в другой город. Ибо для этого муза Николая Зубова замолчал, и след его вообще затерялся в истории. Сегодня мы услышим один из самых популярных и любимых, и слушателей, и исполнителей этого романцев Николая Зубова, написанный на его собственный текст «Побудь со мной». Посвящен Анастасия Вяльцева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Звучит песня. 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 Звучит песня.